Этого дня на основе данного дизайна бобровой струи, мною был разработан дизайн бобровой струи в более минималистичном стиле, в более качественной упаковке, так сказать. Возникает вопрос в рисовочке, каким образом были нарисованы данные горы или сок. В Photoshop все рисуется гораздо проще, чем в любых других инструментариях для рисования, поскольку навыками рисования я не обладаю. Однако у Photoshop есть важный зачет. Photoshop не обладает возможностями векторной графики. Оно кое-какое тут есть в виде пера, где мы можем делать какие-то кривые, а потом делать их обводочку. Но это все херня из-под коня, потому что она не работает нормально и не представляет нормальным инструментарий в векторной графике, допустим, в Adobe... Не помню, как называется. Похер вообще. Короче, как сделать стилизовочку вот такую вот красивую гор, там лесочек и так далее. Это дело очень просто. Мы берем угловатое лассо и делаем примерный контур того, что мы хотим получить на выходе. Контур должен... Именно контур мы стилизуем вот таким вот образом, а потом просто используем на него заливку. И все. Мы получаем замечательный, очень удобный в использовании, в обращении инструмент для рисования контур. Разумеется, горы можно дополнить разными там, так сказать, склонами. Можно заливать не один раз, можно заливать несколько раз для того, чтобы обеспечить более четкую границу с меньшим размытием. Либо сделать саму линию чуть толще. Все на ваш вкус и цвет. Рисование графики с помощью такой стилизовки выглядит достаточно прикольно, поскольку это типа минимализм. А минимализм это круто. Сестра, таланта и все такое. Спасибо за внимание. Не остановилось ни хуя, да?